Последние новости и слухи вокруг Неймара. Расскажем о чем сегодня писала пресса, а также о возможных последствиях для Paris Saint-Germain. Нападающий Барселоны Неймар намерен сменить клуб уже в ближайшие дни. Такую информацию разместило радио Монте-Карло. По этой информации переход в Paris Saint-Germain может состояться 31 июля или 1 августа. Также контракт будет рассчитан на 5 лет. Напомню, что в октябре прошлого года Неймар продлил контракт с Барселоной. А вот по информации некоторых изданий, таких как El Periodico или Sport ES, в контракте есть пункт, согласно которому Неймар получит 25 миллионов евро, если все-таки до 31 июля сего года будет оставаться игроком Барселоны. Есть подозрения у некоторых СМИ, что именно после 31 июля состоится возможный переход, ну или не переход. А что же сама Барселона? Сегодня также были новости, согласно которым каталонцы работают над заменой Неймару. По информации Sport ES, Барселона провела переговоры с представителями Кельяна Мбаппе. Также в круг интересов Барсы входит и нападающий мадридского атлетика Антуан Гризман. Об этом сообщает издание Марка. Сам же Гризман только недавно этим летом продлил контракт с мадридцами. Президент Барселоны Бартамео, конечно же, хочет, чтобы бразилец остался в клубе. Но если он все-таки захочет уйти, по его словам, ПСЖ должно выплатить полностью всю сумму отступных за него. Напомню, ранее прошла информация о том, что парижане торгуются и просят скостить сумму отступных за форварда. А вот еще один виток в этой истории. Президент Испанской Ла Лиги Хавьер Тебас намерен обратиться в УЕФА и лично к самому Чеферину, в случае, если Неймар все-таки перейдет из Барселоны в ПСЖ. По его мнению, трансфер нарушит принципы финансового фаерплей и нормы конкуренции. А дело в том, что в случае выкупа Неймара за 222 миллиона евро, ПСЖ должен распродать игроков как минимум на сумму 110 миллионов. Но не это главное. По мнению каталонцев, Неймар подпишет контракт с одной катарской фирмой на 300 миллионов евро из этих денег и заплатит отступные. Тогда и должно мешаться УЕФА и проследить, собственно, откуда взяты эти средства. Ну, простыми словами, эти деньги заработаны не клубом. Напомню, ранее Парис Инжермен уже был наказан за нарушение правил финансового фаерплей. Подведя всему этому итог, история движется к финалу. И буквально на следующей неделе мы уже узнаем, окончательно перейдет ли Неймар или нет. Но раз уж дошло до УЕФА, значит, все серьезно. Рекомендую также новость, посвященную новому рейтингу стран УЕФА. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях. И, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно. Субтитры делал DimaTorzok